Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Мы сегодня идем гулять по городу, и также хочу немножко порассуждать на тему о том, какие наши русские, а точнее постсоветские привычки будут полезны в Америке. Не будем затягивать наше вступление, и начинаем! И первая наша очень классная привычка — это приносить с собой что-нибудь сладкое к чаю. Американцы действительно заценят эту привычку, особенно если это что-то сладкое. Вы приготовили своими руками, и это понравится всем. Однако к этим своим сладостям, которые вы приносили, не ожидайте, что вам принесут чай. А если вам его и принесут, то, скорее всего, он будет холодный. Что, по моему мнению, это просто брррррр! Американцы не пьют так часто горячий чай, как пьем его мы. Тут чаще распространены варианты напитков — это вода, газировка, кофе и, за редким исключением, чай. Но это, опять же, только в холодном виде. И вот, опять же, в холодном виде. как касается больше мужчин, это умение чинить, в принципе, все подряд. И не то, чтобы здесь какие-то плохие мастера и ничего они не умеют делать, просто я заметила, что все в Америке делается очень супер медленно. И недавно у нас была ситуация с холодильником, на починку холодильника у нас ушло примерно 2 недели, и в итоге он приходил, смотрел, пробовал разные вариации починки, и в итоге починить он его не смог, только нам холодильник заменили. Кстати, заметьте, какие тут местные особенности осени. Трава становится просто вот сухой, настолько здесь сухой климат. Субтитры создавал DimaTorzok А тем временем мы с вами дошли до парка, который я вам еще не показывала. Этот парк совсем небольшой, кстати, позади меня вы можете видеть здание библиотеки. И у этого парка есть маленькая, но классная изюминка. А вот и главная изюминка этого парка. Тут стоит настоящий локомотив. И представьте, он работал с 1908 года до 1955. Далее его поставили сюда. Следующая наша классная привычка или особенность, это то, как мы принимаем гостей, какие столы мы накрываем. Поверьте мне, среднестатический американец практически не готовит дома. И то есть даже если вы говорите, что да я особо не готовлю, вы точно готовите больше, чем американцы. И если вы накроете для них, ну такой вот типичный наш стол, моя мама говорит, да не, я особо ничего не готовила. Вот такой вот стол, у американцев просто будет шок от количества блюд. Я пока гуляла, немножко замерзла, поэтому зашла в Старбекс взять кофе. У них сейчас появились рождественские напитки. Я взяла крем-брюле, крем-брюле и карамель, по-моему. Сейчас попробуем. О, это не кофе, это какая-то сахарная бомба. Ну ладно, просто было любопытно попробовать. И последняя наша привычка классная, я считаю, это собирать с собой перекус дорог. Мне кажется, это здорово, потому что ты можешь взять то, что тебе нравится, и скорее всего при этом еще и денег сэкономить. У нас уже начали украшать город. Посмотрите на это дерево. Видите, огоньки? Но еще пока их не зажигают. Пока я с вами гуляла, также прочитала, что первая суббота декабря это будет день парада здесь в Лоуренсе. Будет рождественский парад. Так что я тоже его планирую снимать. И также попрошу вас поставить лайк под это видео, если оно вам понравилось. Как вам вообще такой формат? Мне нравится брать вас с собой на прогулку. И также важно узнать ваше мнение, вашу обратную связь. Жду вас в комментариях, как всегда. Очень приятно с вами общаться. И увидимся в новых видео. Пока-пока!